Здравствуйте, дорогие друзья! Весна продолжается, а значит и работы в саду идут полным ходом. Вы смотрите программу «Сад круглый год» и с вами Надежда Мичурина-Счастливенко. Обрезка в моем саду продолжается, я не остановилась, работы еще много, весна в самом разгаре. И сегодня я выбрала для себя инструменты, главные помощники от компании «Плантик». У всех моделей эргономичные ручки, которые в руках удобно держать, безопасность обеспечена, ну и работа спорится. Общая информация, друзья мои, по каждому инструменту вынесена всегда на упаковку. Какой бы инструмент от компании «Плантик» вы не выбрали, вы можете всегда посмотреть, для каких работ он годится. Ну, например, в данной конкретной модели у нас с вами 23 мм срез, толщина ветки. Покрытие «Софт-тач» – это нескользящая, провязиненная ручка, которая обеспечивает нам комфорт и безопасность. Ну, мы с вами видим, да, углеродистая сталь, мы с вами видим, что гарантия 3 года для обрезки живой, мягкой, эластичной древесины, потому что сухие ветки, сучки мы режем другими инструментами. Ну что, друзья мои, начнем работать? В моих руках суперинструмент. Самое главное, что это инструмент для профессионалов. И если сад для вас – это не только хобби, но и, может быть, ваша работа и ваша жизнь, вы живете за городом на постоянной основе, сад у вас очень большой и работы в нем очень много, тогда вам, конечно, нужен профессиональный инструмент, что и говорит, любой мастер это знает. И вот в моих руках как раз именно такая модель от компании «Плантик» – это плоскостной секатор из алюминиевого сплава. Посмотрите, какая продуманная деталь, да еще эргономичной формы. Это покрытие «Софт-тач», которое обеспечивает плотную посадку инструмента в руках. Такой инструмент никогда не выпадет и не будет скользить. Еще одна интересная деталь. Посмотрите, работать можно одной рукой. Вот здесь есть у нас стоппер, который смыкает лезвие. Одним пальчиком вы можете его отрегулировать. Ой, друзья мои, какое удовольствие работать весной в саду. Вы даже не представляете, какой у меня аромат. Хотя это специальный сорт смородины, он не дает ягод, но листва имеет повышенное содержание эфирных масел, поэтому и в засолку, и в чай использую эту смородинку. Поэтому трепещу над ней, обрезаю ее. В данном случае она слишком загустилась, поэтому я делаю такую санитарную обрезку, скажем так. Поскольку, друзья мои, секатор профессиональный, то он потяжелее других моделей, он такой самый весистый, надежный. Но при этом, друзья мои, поверьте мне, вы даже не почувствуете его в своих руках. То есть настолько эргономика ручки, настолько покрытие софт-тач и конструкция самого секатора делают работу комфортной, что вес мы, конечно, не замечаем. Друзья мои, для следующей работы в саду, а я сейчас буду заниматься обрезкой розы. Роза называется Джиорджина. Роза плетистая, очень колючая, но невероятно красивая. Поэтому я и это прощаю. Я подготовилась, и для этого мне, конечно, нужен инструмент. И знаете что? Хочу вам дать один совет. Уж позвольте, друзья мои, как опытному садоводу, всегда должен быть базовый инструмент. Точно так же, как у нас с вами есть базовый гардероб. И вот такой базовый инструмент от компании «Лантик» у меня сейчас в руках. Очень удобный, сбалансированный, уверенный в себе секатор. Вот им-то мы сейчас и будем обрезать мою прекрасную розу. Напомню, друзья мои, что весенняя обрезка роз стимулирует выгонку новых побегов. Поэтому не бойтесь. Если после того, как весной вы раскрыли свою розу, вы видите, что какие-то веточки болеют, что они не перезимовали, потемнение, почернели, обрезайте нещадно. Роза может себе позволить, видите, какая она колючая, быть красной, коричневой, но она не может позволить себе быть черной. Я сейчас говорю именно про стволики. Поэтому все, что у меня болеет, все, что мне не нравится, я нещадно убираю. Этот секатор подходит для свежей, мягкой древесины с диаметром веток до 20 мм. Еще один важный момент, друзья мои, вот посмотрите, здесь у нас достаточно большая ветка, толстая, секатор у нас отрезает до 20 мм среза. И вы видите, какой большой объем? Очень важно, чтобы такие срезы оставались чистыми. И вот здесь, на этом секаторе, есть специальное покрытие, за что я безумно благодарна производителю. Вот прям, знаете, снимаю шляпу, передаю пламенный привет. Именно это особое покрытие лезвия позволяет делать срез максимально чистым, ровным, без рваных краев, без каких-то зазубрин, а значит, хода инфекции нет. Живи, Розочка, цвети и радуй меня. И всех соседей, кстати, ходят и любуются. Еще один, друзья, мой удобный момент, регулируемый стоппер, вы можете закрывать одной рукой. Это тоже, кстати, важно, потому что мы, садоводы, знаете, привыкли работать одной рукой, и вторая рука может быть у вас просто-напросто занята. Ну и вообще, мне кажется, это очень удобно. Не забывайте, что срез должен быть направлен от бутона, от веточки, а веточка должна смотреть на внешнюю сторону. Еще один момент очень удобный. Секатор от Плантик подходит для работы в саду и для правшей, и для левшей. Я переученная левша, поэтому и правая, и левая рука у меня всегда работают. Секатор от Плантик легко и просто. Друзья мои, интересы садоводов иногда выходят за пределы их дачи. Так случилось и со мной. Сразу за оградой у меня линия электропередач, и наросла вот такая поросль. Уже подросли березки, но, к сожалению, с ними придется расстаться. И для этого мне понадобится телескопический сучкорез. Диаметр среза до 35 миллиметров. И мне это подходит, потому что ствол нашей березки еще не окреп. Потом я уже с помощью другого инструмента под названием муж буду выкорчевывать корни, чтобы все это не проросло. Но срежу для удобства я, конечно, именно сейчас. Что мне позволит сделать эту сложную работу без использования пилы? Это, конечно, механизм усиленный в ручке. Механизм силового привода в дальнем сучкорезе поможет мне справиться без пилы. Посмотрите, какая толстая-толстая ветка у березы, ствол у березы. Срез идеальный и гладкий. Кстати, знаете почему? Потому что сучкорез покрыт, лезвие сучкореза покрыто специальным составом, которые и обеспечивают как раз такой идеальный гладкий срез. Ну, наши березки все равно, но когда мы сейчас отправимся подрезать мою живую изгородь из туй, это даже очень кстати. Продолжаются весенние работы в саду. И в моих руках, друзья мои, по-прежнему кусторез телескопический. И вот я добралась до своей живой изгороди. Посадила я эти туйки несколько лет назад совсем маленькими, где-то метр-метр двадцать. У меня рост метр шестьдесят. Ну, посмотрите, какие махины, какие красавицы у меня выросли. Ой, люблю, не могу. Но они требуют подрезки для того, чтобы пушились, для того, чтобы сомкнулись. И вот здесь, друзья мои, мне не хватает роста. Поэтому телескопический сучкорез то, что нужно. Длина сучкореза варьируется от сорока пяти до семидесяти сантиметров. Удобно отметила я для себя. Посмотрите, есть фиксаторы длины, на которые мы можем доставать как раз рукоять. Мне кажется, это очень удобно. Так что... Ноги, конечно, длинные нарастить невозможно сделать, но сучкорез можно. И мы с вами приступаем к обрезке. Обрезку туи нужно делать обязательно. Не бойтесь, веточки начнут тогда давать дополнительный прирост. Ваша изгородь живая будет смыкаться, будет густой, красивый, пушистый. Я сейчас достаточно тоненькие веточки обрезаю. Да, все-таки у нас с вами туя. Но мы помним, что данным сучкорезом можно работать, когда диаметр веток доходит до тридцати пяти миллиметров. Еще один, друзья мои, важный момент. Хороший срез. Для туи, как для любых растений, это очень важно. Для туи особенно. Потому что плохой неровный рваный срез это ворота для инфекции. Здесь у нас срез получается просто идеальный. Такой срез, друзья мои, мы получаем благодаря вот этому особому покрытию. Срез чистый, сухой и идеально сделанный. Момент, друзья мои, безопасности. Всегда, пожалуйста, помните об этом, особенно когда будете обрезать плодовые деревья, высота дерева большая, а ветка толстая и тяжелая. Обратите внимание, какую форму имеет нижнее лезвие. Оно такое закрученное. Это, друзья мои, не только удобство. Это ваша безопасность. То есть большую ветку на яблони вы, например, срезаете. И благодаря особой конструкции нижнего лезвия веточка удерживается в кусторезе. То есть она не прилетает к вам на голову. Но опять же, да, правила безопасности. Соблюдаем. Очень удобно работать. Сплошное удовольствие. Еще один момент, друзья мои. Мне это очень, кстати, понравилось у плантика. Данный инструмент, данный кусторез телескопический подходит как для правшей, так и для левшей. Потому что упор у нас на верхнее лезвие, вот видите, как раз сейчас для правшей, у нас приходится на это лезвие и, соответственно, вот на эту ручку. Поэтому правши у нас работают так, ну а левши, соответственно, работают у нас так. Инструменты Плантик. Надежные помощники в вашем саду. Ну и плюс, конечно, любимый софт-тач. Я очень тактильный человек. Для меня важно, когда соприкосновение моих рук доставляет мне удовольствие с любым предметом. Поэтому вот эти ручки нескользящие, удобные. Кстати, всегда теплые. Работа не только весной, когда тепло. Иногда, когда на улице еще стоят морозы. Поэтому насладитесь, друзья мои, комфортом работы с компанией Плантик и инструментом от Плантик. Пусть ваш сад цветет и радует вас. С вами была Надежда Мичурина-Счастливенко. Желаю вам всего хорошего.